Сегодня в Чите мастер-класс дает международный гроссмейстер Евгений Мирошниченко. Подробности смотрите в международной программе «Середина земли». Увеличить продажи и расширить ассортимент. Мастер-класс по изготовлению молочной продукции прошел в Бурятии. Подробности смотрите в программе «Середина земли». Управление госконтроля города Уламбатар в ходе проверки сообщило, что на прилавках монгольских магазинов нет искусственного и поддельного риса. В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Яна Ершова. Здравствуйте. Шахматы как модель жизни. Главное правильно организовать способ мышления, считает Евгений Мирошниченко, международный гроссмейстер. Своими идеями по этому поводу он сегодня поделился с забайкальскими шахматистами в рамках суперфинала чемпионата России. Типичные ошибки шахматиста. Мастер-класс с таким названием сегодня дает международный гроссмейстер Евгений Мирошниченко. Именитый шахматист мастер-класс проводит на основе своей лекции, которую он написал несколько лет назад и изначально читал ее на английском языке. Большинство гроссмейстеров, приезжающих, они очень любят показать, вот я выигрываю, вот так вот очень красиво. Здесь будут собраны мои проигранные партии. Это на самом деле мне показалось очень логичным, потому что, ну кого-кого, ну у себя-то же я уже знаю, правильно? И вот почему я делаю эти ошибки, что я думал в этот момент, да, что нужно было сделать лучше. Может не все станут там великими чемпионами, но это в любом случае помогает потом принимать правильные решения по ходу дальнейших событий. Независимо, то ли это в бизнесе будет, то ли в науке. Слушатели – это в основном подрастающие поколения, школьники, которые только учатся профессионально играть. Но есть и те, кто уже показывает результаты. Лиза Бабаева, например, в международном детском шахматном турнире на Кубок Мегаполиса в женской категории заняла пятое место. Я играю с первого класса, получается, седьмой год. И просто так мне нравится то, что это интересно, время за туской прилетает очень быстро. Вообще в учебе все думают, что помогают, но на самом деле так себе. Мне кажется, что развивают расчет вариантов, и поэтому я в принципе могу думать на шаг вперед. Евгений Воронин – иркутянин. В Читу приехал к родственникам. Когда узнал, что у нас будет проводиться суперфинал чемпионата России, решил задержаться. И не только посмотреть, но и поучаствовать. Евгений планирует сыграть в быстрые шахматы. Это 15 минут контроль. Любой желающий будет. Говорят, что будет около 100 человек. Я не знаю, правда, нет. У меня цели не очень высокие, поскольку не занимался специально. Но буду рад любому результату. Мастер-класс зрителей захватил с первых минут. Поучиться у знаменитого гроссмейстера случается не каждый день. Евгений Мирошниченко, сам уроженец украинского Славянска, сегодня тренирует сборную Турции. На этом суперфинале он комментирует партии, в том числе и на английском языке. Евгений считает, что представления о шахматах должны иметь все слои населения, поскольку это позволяет принимать правильные решения, в том числе и в жизни. Вера Садулина, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. Леонардо да Винчи, Людвиг, Ван Бетховен, Чарли Чаплин, Пол Маккартни, Билл Гейтс и даже английская королева Елизавета II. Этих известных людей объединяет общая черта. Все они левши. По статистике, чуть больше 10% населения планеты леворукие и еще 1% умеют одинаково свободно владеть обеими руками. Накануне во всем мире отметили Международный день левши. Пожалуйста, посмотреть. Он подковал стальную блоху, превзойдя иностранных мастеров. Имя левша уже несколько веков нарицательно. Хотя вовсе никакое это не имя, как сказали бы криминалисты. Скорее, особая примета. И людей с такой особенностью около 10-12%. В разные времена леворукость считалась и вредной привычкой, и признаком мятежного характера. А средийский моссов вообще бытует мнение, что каждый левша – потенциальный колдун. Сейчас идут интересные работы психологические по направлению, откуда взялось понятие левша, что правошарное полушарие больше развито. И ведущая левая сторона. Но тоже не доказано, что это 100% генетически передается. Все же, некоторых успехов в изучении левшей ученые добились. Так, американские исследователи обнаружили, что среди леворуких больше людей с коэффициентом умственного развития выше 140. Среди известных левшей мыслителей – Эйнштейн, Ньютон и Дарвин. К слову, у левшей связи между правой и левой стороной мозга сильнее, то есть информация передается быстрее. По словам психологов, люди эти более творческие и эмоциональные. Порой взаимодействовать с ними непросто, особенно это заметно в спорте. К примеру, боксер левша – крайне неудобный соперник. Посему существуют даже специальные боевые тактики. В прошлом в нашей стране повально переучивали детей левшей. Переучить однозначно нет. Сейчас даже уже педагоги, те, которые с большим стажем, с большой мудростью, они уже отошли от того понятия, что нужно переучивать левшу и учить правой рукой писать. Это очень сложно, это же мозговые процессы. Это мозг, это орган, который заставляет работать по-другому. Если пишешь левой рукой, то рукой стираешь то, что там написано, и приходится подкладывать бумагу под руку, чтобы не стирать свои записи. Впрочем, иногда и в переучивании есть свои плюсы. Некоторые люди одинаково хорошо владеют как правой, так и левой рукой. Марина Герасимова, Сергей Рычков, Середина земли, Забайкальский край. В день воздушного флота улан-уденцы смогут полетать над городом и подняться на борт воздушного судна смогут все желающие. Главное купить билет заранее. О том, как столица Бурятии готовится отметить день воздушного флота, расскажут наши коллеги. На связи Ася Касьянова. Вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Полет над городом – это уже традиция. Улан-уденцы увидят любимую столицу с высоты птичьего полета на борту самолетов Ан-24, Цесно и Ан-2. Каждый полет длится около 50 минут. На земле тоже скучать не будут. В это время откроется выставка воздушных судов и наземной техники. Праздник будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов. Запланированы показательные выступления десантников. Теперь к другим событиям. Против уничтожения единственного жилья. Таков основной лозунг самовольщиков, которые сегодня провели очередной митинг. В Улан-удене на площади революции собрались десятки человек с требованием отменить постановление суда о сносе их домов. Руслан Батуев с места событий. Главное требование митингующих – узаконить земли. В отношении самовольщиков СНТ Цагату и в микрорайоне Солдатский, а это порядка 150 семей, начали действовать исполнительные листы, по которым судебные приставы сносят их незаконные постройки. Однако жители СНТ хотят и готовы оформить в собственность участки, на которых они прожили 20 лет. Мы самовольщики. Да, нас можно так назвать. Мы заняли чужую землю, но мы хотим ее взять в аренду, мы хотим выкупить ее, но нам не дают возможности этого сделать. Основная причина, почему Комитет по управлению имуществом не может пойти навстречу отчаявшимся людям – это санитарно-защитная зона аэропорта Байкал, в которой находится СНТ. На основании этого жителям не могут предоставить землю в собственность. В отношении них на сегодняшний день невозможно отозвать исполнительный лист. Я еще раз повторяюсь, потому что правовых оснований нет. У нас со стороны администрации города был отозван один исполнительный лист, но по дому, который мы узаконили, который мы предоставили земельный участок в рамках действующего законодательства. Это 115-й закон, живой дом до 90-го года, находился в живой застройке, ограничений каких-либо не было. Вариант с предоставлением участков в собственность жителям СНТ Цагату все-таки возможен. Аэропорт Байкал представил комитету по имуществу план по изменению границ санитарной зоны. Однако этот проект будет рассмотрен только в 2020 году. Накануне в одном из районов Бурятии собрались молочники со всей республики и других регионов страны. На семинаре делились новейшими разработками, соревновались в знаниях технологий, а также говорили о слабых местах отрасли. Подробности в нашем сюжете. Для мягкого второго сыра мы не будем делать второго нагревания. То есть оно свернется, и мы просто обсушим сырное зерно, не более того. Гость из Красноярска с удовольствием делится новейшими разработками и старается передать как можно больше рецептов. Взаимообмен опытом производства уже стал традиционным. То есть в республике Бурятия мы считаем, что очень организована работа именно с производителями молочной продукции, первичными переработчиками ел. На встрече также проводились соревнования, так сказать, проверка знаний наших технологий. К примеру, дегустация сухого молока вызвала бурные обсуждения у участников. После бизнесмена обсудили болевые точки бизнеса и возможности развития молочной отрасли. В кризисное время это наиболее актуально. Снизился товарооборот в республике Бурятия на 20%. Если в первом полугодии прошлого года 399 миллионов рублей товарооборот по продуктам питания составлял, то в этом году уже 320 миллионов рублей. На сегодняшний день в республике действует 17 молокоперерабатывающих предприятий, которые благодаря таким семинарам ежегодно увеличивают свой ассортимент и улучшают качество продукции. В Улан-Баторе состоялись переговоры по обороне на рабочем уровне между Монголией и Южной Кореей. Страны обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью, в том числе и ядерную программу Северной Кореи. Об итогах переговоров расскажет моя коллега Пуревдорш Эрденэням. Здравствуйте, Асия! Генеральный директор Министерства по международной политике Юн Сун Ку встретился со своим монгольским коллегой Загда Суренгин Булбатром. В стороны обсудили последующие условия встречи своих оборонных начальников для повышения эффективности сотрудничества в сфере обороны. По итогам встречи Монгольское Министерство обороны и Министерство обороны Южной Кореи подписали договор с соглашением о военном сотрудничестве. Ну а теперь переходим к другим новостям Монголии и о них жителям Иркутской области готовы рассказать моей коллеге Ия Пуревдорш Эденэням Сэм Мецхану. По итогам проверки газконтроля было подтверждено, что в продаже нет искусственного или поддельного риса. Однако были выявлены нарушения, такие как просроченный рис и несоответствующие условия хранения. Подробно об итогах проведения проверки расскажет Энх Тувшин. В Монголии работают 27 организаций, занимающихся поставкой риса из Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Австралии, Кореи и Японии. 55% от общего объема риса импортируют из Китая. Однако в социальных сетях распространилась информация о том, что в Монголию импортируют поддельный рис, который при приготовлении превращается в порошок. В связи с распространением подобной информации столичный госконтроль проверил весь импортный рис. В ходе проверки фальшивый рис не был выявлен, однако у некоторых компаний обнаружили просроченный рис и нарушение норм хранения. Когда у риса заканчивается срок годности, он меняет цвет и начинает рассыпаться. На семь предприятий, имеющих нарушение, был наложен штраф в размере 2 миллионов 300 тысяч тугриков. В ходе проверки было выявлено еще одно существенное нарушение – несоответствие срока хранения, а именно на упаковке была указана не дата производства риса, как готового к употреблению продукта, а дата – распасовки. Что касается названий, то мы обратились в управление интеллектуальной собственностью, но нам дали ответ, что это не является нарушением. При покупке риса нужно хорошо приглядываться к упаковке и к стороне производителю. Самое главное нарушение, выявленное в ходе проверки, что на упаковке от риса указывается не дата производства и упаковки. Столичное управление госконтроля провело консультации с участием компаний, которые занимаются импортом риса, об условиях хранения и правильной маркировки. Энг Тувшин, Энг Билэк, середина земли, Монголия. В Монголии отмечают 85-летие учреждения прокурорской организации. Прокурорам, выполняющим важный далеко не простой долг по защите справедливости, вручили заслуженные награды. На церемонию вручения побывал и наш корреспондент Энг Тувшин. В честь 85-летия учреждения прокурорской организации 68 прокуроров из всей Монголии получили заслуженные награды. Званием передового работника прокуратуры было награждено 15 человек, почетным значком 11 человек, почетной грамотой генпрокуратуры 19 человек и дипломами генпрокуратуры 23 человека. Указом президента Монголии один человек был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Работники прокуратуры, которые получили заслуженные награды, отдали своей профессиональной деятельности более 20 лет. Мы отмечаем 85-летие прокурорской организации. Прокурором я работаю уже 21 год. Меня наградили значком передового работника прокуратуры. У меня очень важная и ответственная работа. Она устанавливает справедливость. Я работаю в прокуратуре 20 лет. Цель моей работы – согласно закону установить справедливость и защитить права граждан. Прокурора Саднамцога, который проработал в этой организации 23 года, наградили почетным значком комиссии по правам человека. И хотя на первый взгляд кажется, что по разрешению прокурора задерживают, проводят обыски и тем самым нарушают права человека, на самом деле, как отметил прокурор старшего поколения, их деятельность в целом направлена на защиту прав человека, чтобы не сделать из невиновного преступника. Задержание под стражу – это ограничение и изоляция от общества согласно закону. Данная мера применяется для того, чтобы решить уголовное дело и чтобы виновный не избежал наказания. Прокурорская организация всецело направлена на защиту прав человека. В рамках торжественных мероприятий пройдет специальное заседание, посвященное 85-летию прокурорской организации, а также состоится открытие тематической фотовыставки. Энг Тушин, Энг Билэк, Середина Земли, Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Ну а сейчас передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги! В студии Сянчжунань. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Власти страны предлагают сделать пятницу коротким рабочим днем в летний период согласно инициативе госсовета КНР. Граждане будут трудиться на полдня меньше. Целью данной инициативы является развитие внутреннего туризма. Мнение работников и экспертов выяснили наши корреспонденты. Китайские работники могут получить возможность ездить в отпуска. Хоть каждую неделю власти КНР предлагают сделать пятницу в летний период коротким трудовым днем. Таким образом, количество рабочих часов в неделю может сократиться с 40 до 36. Сегодня, по данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, только половина всех сотрудников страны имеет право на оплачиваемый отпуск. Некоторые работники и вовсе сами игнорируют возможность отдыхать, ставя карьеру превыше всего. Я боюсь, что дела, которые я не успею сделать в укороченную пятницу, перейдут на следующую неделю. Уверена, далеко не все будут уходить с работы в пятницу рано. Трудоголики захотят угодить начальству. В итоге все будут работать полный день. Согласно инициативе, сокращенная рабочая неделя не должна сказаться на заработной плате работников. Впрочем, на первом этапе это коснется только госслужащих. Центральное правительство уже обратилось ко местным органам власти с просьбой разработать соответствующие механизмы, чтобы оптимизировать рабочую графику в летний период и создать благоприятные условия для отдыха сотрудников. Госсовет КНР разработал 26 мер по стимулированию внутреннего туризма. Через пять лет в Китае построят тысячу автомобильных кемпингов на средства частных инвесторов. Также сделают упор и на развитии круизной отрасли по местным рекам. По данным правительства, к 2020 году доходы туристического бизнеса Китая вырастут вдвое по сравнению с 2013 годом и составят более 880 миллиардов долларов. Сергей Чудинов, Цзоусяутун, СиСиТиВи. Кто сказал, что мужчины не могут вышивать? В провинции Гуандун именно сильный пол виртуозно владеет ниткой и иголкой. Мужчины не только творят шедевры, но и обучают молодежь. С какими трудностями сегодня сталкиваются местные мастера вышивки, расскажем в репортаже далее. В свои 84-е Щуичи Гуан остается виртуозом. Нитки и иголки, стежок за стежком и пейзажи цветы птицы словно оживают. Мастерству вышивания его обучили отец и дед. Несколько десятилетий назад именно вышивка кормила всю семью. Помогла выжить в трудные времена. После выхода на пенсию умелец не остался в стороне. Он начал обучать молодых вышивальщиц. «В 2003 году пригласили меня еще счастерных специалистов для того, чтобы мы системализировали наши знания и вернули интерес к традиционной вышивке. Мне кажется, что у нас и получается. Наши работы вызывают огромный интерес. Вышивка снова становится боблярной». Но поставить такую вышивку на поток просто нереально. Каждая работа – истинный шедевр, над которым трудятся по две-три вышивальщицы. Порой целый год. К тому же рукоделию требуется особый настрой. Нету мастера настроения, значит и работа не пойдет. Впрочем, руководство фабрики уверяет, самое страшное в их деле – это налоги. «Материальные затраты на вышивку – это нитки и иглы. Но в первую очередь время, затраченное на работу. Это основной фактор при определении цены готового изделия. И эта цена производит ложное впечатление, что мы получаем огромную прибыль. Исходя из итоговой суммы, мы должны заплатить огромные налоги». Другая проблема – сотрудники. Такую кропотливую работу выдерживают единицы. Ученики приходят, пробуют, но в результате остаются только те, кто по-настоящему увлекается вышиванием. «Сначала моя семья была категорически против. Родственники были уверены, что у традиционного искусства нет перспектив и возможности карьерного роста. После того, как я проявила настойчивость, отношение изменилось. Тем не менее, среди моих друзей я единственная, кто выбрал карьеру вышивальщицы». Но фабрика не сдается. Здесь намерены вышить полотна по мотивам работ известных в провинции художников. Это, уверены вышивальщицы, еще больше подстегнет интерес к традиционному ремеслу. Марина Мышко, Любовь Чекан, Си-Си-Ти-Ви. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин